Продолжается прием заявок на конкурс-выставку «Лучший товар Казахстана» и премию «Алтен Сапа». Для тех, кто подал заявку на участие, специалисты провели семинар-тренинг. Главная цель конкурса – поддержка отечественных производителей, увеличение видов отечественных товаров, улучшение качества услуг, а также содействие повышению конкурентоспособности местных производителей. В семинаре приняло участие около 30 товаропроизводителей. Стоит отметить, что конкурс состоится 30 июня. Признанные лучшими получат путевку в республиканский конкурс. На повестке дня остров встал вопрос профилактики терроризма и обеспечения безопасности мест с массовым пребыванием людей. В целях профилактики таких вопросов в отдаленном Козылкогинском районе прошло собрание. Были затронуты изменения в законодательстве в сфере малого и среднего бизнеса, а такие актуальны проблемы объектов предпринимательства, как обеспеченные системами сигнализации и видеонаблюдения. Были заслушаны вопросы, стоящие на повестке дня. Усиление охраны деятельности и видеонаблюдение на объектах предпринимательства. Карта общественного контроля, защита прав потребителей. Участники заседания говорили об усилении мер предосторожности в частном секторе района. О необходимости обратить внимание на установку систем сигнализации и связи. Есть объекты химической промышленности, связанные с добычей и переработкой топливно-энергетических полезных ископаемых. Туда относятся месторождения Сагис, Тентексор, Тайсойган, Матен, Онтустык-Кожа. Объект водного хозяйства – гидроузел Яралы, реки Уик. В районе отсутствуют опасные производственные объекты. Мы представляем вашему вниманию эти проблемы, так как они актуальны. Заместитель начальника местной полицейской службы районного отдела внутренних дел Данияр Дюсимбаев рассказал, что из-за неполного оснащения необходимым оборудованием объектов предпринимательства встречаются факты мелких краж. Еще одна проблема – это увеличение краж скота с пацбищ. В настоящее время количество преступлений, касающихся частного предпринимательства, достигли сотни. Кражи в магазине случаются из-за отсутствия решетки на окнах. В большинстве случаев крадут скот, особенно в домах, оставшихся без присмотра. Иногда хозяева уходят пасти скот и оставляют свои дома открытыми. Аким района Арман Баженов отметил, что правоохранительные органы и предприниматели не применяют общих усилий в совместной работе по предотвращению краж. Административные штрафы успеете наложить и потом. В первую очередь надо заинтересовать предпринимателей, чтобы они усилили охрану своих объектов. То есть ставили решетки на окнах, приобрели видеокамеры. Если произойдет кража, то и искать грабителей будет легче. На это заседание специально прибыл представитель Атраусского областного филиала Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства. Она объяснила предпринимателям о внедренных изменениях и дополнениях в программу «Сыбага», направленную на развитие сельского хозяйства. В этом году в районе выросло количество людей, занимающихся разведением скота. Крестьянам для приобретения ценных пород скота в рамках программы «Сыбага» выделены финансовые средства в количестве 70 миллионов тенге. По программе «Сыбага» будут выделяться кредиты до 40 миллионов тенге для приобретения маточного поголовья крупного рогатого скота и 30 миллионов тенге кредиты для мелкого рогатого скота. Приобретение маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления и за границей стоит сейчас на первом месте. Для финансирования крупного рогатого скота до 25% выдается без залога, а остальные 75% выдается под залог племенного скота. Кроме того, процентная ставка такого кредита составляет 4%. На этом расширенном заседании предприниматели района обсудили волнующие их вопросы и получили на них ответы. Аяулым Мерзабек, Жанас Кожирбаев, Служба новостей, Козылкугинский район.